На минувшей неделе состояла встреча главы городского округа Зарайск Виктора Петрущенко с жителями поселка Центральной усадьбы Совхоза 40 лет Октября. Во встрече принял участие главный врач Зарайской ЦРБ Николай Макаров, заместитель главы администрации, а также представители различных структур и ведомств округа. Присутствующим рассказали о плановой и противоэпизоотической обработке всех животных, которая стартует 1 марта. Записаться можно по телефону 248-42. Жителями была затронута тема ремонта дорог и тротуаров, работы коммунальных служб, а также вопросы о вакцинации от COVID-19. В форме диалога Николай Макаров и Виктор Петрущенко отвечали на волнующие вопросы граждан. У нас, к сожалению, нет здесь аптечного пункта, хотя бы небольшого. Так как у нас очень большой, значит, очень много пожилых людей и очень много детей, да, не у кадетных семей, вот хотелось бы, чтобы вот этот вопрос был как-то решен. Потому что нереально, у нас у всех есть возможность передвигаться в город. А что бы вашего самого простого? Хотя бы в парке, в стационарном парке сделать какой-то там аптечный небольшой пункт, да, и больше не надо. Как бы нам вот хотя бы на экстренный случай, чтобы... Начиная с 2018 года, в большинстве папок и амбулаториях мы начинали развивать не только в другую категорию пекарственных препаратов, которые у нас в нашей городской квартире, но и розничную торговлю, чтобы они приезжали в Азии, в фельдш-конкурский пункт и в амбулаторию, и те препараты, которые жизненно необходимы, да, элементарно. Поэтому кому-то капотан, кому-то никогофина, кому-то найс, кому-то бинты, кому-то зеленые, кому-то еще что-то. Или детские сиропы, или жаропонижающие, или противоспалительные. Хотя бы будет пласт... тот перечень аппаратов, который необходим для этого, но в часы работа обладает. Ага, понятно. Спасибо за то, что в часы работа обладает. Но единственный момент, не могу с ними спорить, то вопрос, то, что некоторые препараты чуть-чуть могут быть дороже, чем в городских аптеках. Хотелось бы, вот этот вопрос, может быть, секцию какую-то для детей. Что-то вот, чтобы более-менее, ну, не профессионально, но хотя бы, чтобы что-то для детей, какой-то стимулу было у молодежи, чтобы они были заняты делом, и что-то им было, чтобы они были заинтересованы. Именно в плане спорта. Если вы придете с конкретным предложением... То есть вы рассмотрите? Конечно. Мы должны только за западом рассмотреть. Должен быть организатором, организатором сказать, что у нас есть вот столько-то людей, только конкретных людей, которые будут заниматься, которые действительно будут ходить. И должны понять, какой вид направления спорта в ВВГ берете. Ну, что покупать вам? Слышали? Теперь, конечно, на моей стороне. Я тебя от вас жду. Предложите, что бы вы хотели. Особенно присутствующих волновал вопрос неприятного запаха, исходящего из близлежащей свинофермы. На все вопросы жители получили ответы, а проблемы, требующие решения, зафиксированы и находятся на контроле главы администрации. Ольга Желудева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант» за райское кабельное телевидение. Продолжение следует...